Традиционное заседание правительства на этот раз прошло не совсем обычно. Места чиновников заняли члены молодежного правительства. Они обсудили концепцию развития волонтерства в нашей области. В Иванове работает Центр координации добровольческой деятельности. Общественная организация «ИМКО» использует 10-летний опыт в подготовке молодых лидеров. Данный потенциал будет направлен на оказание системной поддержки некоммерческих организаций и волонтерских группам в виде тренингов, семинаров, вебинаров, консультаций, предоставлений в пользовании методических ресурсов. В рамках работы Центра координации волонтерской деятельности общественная организация «ИМКО» планирует активное взаимодействие с волонтерскими активами и общественными организациями города и области. На базе Центра координации волонтерской деятельности планируется рабочая площадка для обмена формами и методиками волонтерской деятельности. Виктор Смирнов решил от слов сразу перейти к делу и предложил молодежи оказать реальную помощь в уходе за онкологическими больными на последних стадиях заболевания. К сожалению, специальные медицинские учреждения далеко не всех. То есть, маленькую часть таких больных могут принять. А проблема есть. Кто им окажет поддержку, давайте мы будем решать не просто теоретизировать и формулировать некие задачи. Вот определим, может быть, несколько приоритетов среди них, тот, о котором я сказал, и попробуем его силами добровольцев решить, а через год к этой теме вернуться и посмотреть, что у нас получилось. Кроме этого, вице-губернатор нашел занятия для творческой молодежи. Каждое поздравление ветеранов, которых осталось совсем немного, не должно обходиться без небольшого концерта. Прозвучало немало и других идей. Но основу концепции волонтерской деятельности должны составлять конкретные дела, а не пустые слова. По реализации концепции, конечно, должен быть сформирован план конкретных мероприятий. Пусть молодежное правительство подготовкой такого плана займется под эгидой Департамента внутренней политики, с тем, чтобы у нас появился план конкретных действий, которые должны быть реализованы в Ивановской области по развитию, поддержке добровольческой волонтерской деятельности. Молодежь в своих выступлениях не раз высказывала мысли о том, что волонтерам нужна государственная поддержка. Но Виктор Смирнов усомнился в необходимости расходования бюджетных денег на душевные порывы людей, желающих безвозмездно оказать помощь. В этом вопросе его поддержал депутат областной думы Михаил Шор, который на себе ощутил, что значит быть волонтером, побывав в Крымске. Представьте, любой из вас идет по улице, и вы видите горящий дом, и там погибают люди. Так вы что, перед тем, как пойти их спасать, побежите себе выправлять страховочку? Или, может, вы перед тем, как кинуться там спасать ребенка из огня, побежите в МЧС или в правительство, и скажете, а проведите-ка мне тренинг, как меня спасать? После бурной дискуссии концепцию развития волонтерской деятельности решили принять. Но молодежному правительству еще предстоит ее доработать. Однако неизменным по-прежнему остается объект помощи. Основные усилия молодых предполагается направить на уход за инвалидами и пожилыми людьми.